Яростный, разрушительный, обогренный кровью. Так называли греки бога войны Ареса, свиреп неиста в грозе. Хотя, вглядываясь в черты лица этой скульптуры, чувствую, что античный мастер хотел передать не столь грозный характер, а благородную сдержанность и мужественность. Строгий образ воина с идеальными пропорциями лица. Это тот тип мужской красоты, который эллины, именно так называли себя греки, идеализировали. Здесь представлен прежде всего благородный, такой величественный воин со всей такой сдержанностью, строгостью. Памятник таких классических греческих пропорций, где образ строится на гармонии, на сочетании физической красоты, физического совершенства. Это действительно идеальное такое лицо, а вместе с тем мы чувствуем характер этого человека. Древний греческий бог представлен в виде молодого воина в шлеме, украшенном рельефными изображениями пальметы, растительного орнамента в виде листьев пальмы, двух собак и двух крылатых грифонов. Венчает шлем пышный гребень, в основе которого миниатюрная фигурка сфинкса, крылатого мифического существа с головой женщины и телом львицы. Сам формат выставки одного из шедевров предполагает нечто совершенно уникальное и особенное. И, конечно, античность, как мы говорим, столь недоступная и далекая от нас здесь, на берегах Тихого океана, становится ближе благодаря вот таким выставкам. Потому что тот предмет, который сегодня мы видим с вами здесь в экспозиции, он действительно уникальный. Мраморная голова II века н.э. – копия римского мастера с оригинала V века до н.э. Алкомен – ученик знаменитого Фидия, создал образ гражданина Полеса, города-защитника. Оригинальная скульптура бога Ореса стояла на афинском Акрополе. Это была фигура воина с атрибутами воинскими в шлеме, с мечом, со щитом. Но от этой статуи, к сожалению, оригинал вообще не сохранился. Она была из бронзы, как это было принято в античности в Греции. Сохранился вот в виде копии, от которой только остался фрагмент, осталась одна голова. Античный памятник был приобретен в конце XVIII века в Италии графом Шуваловым. Он понимал, как важно начинающим мастерам знакомиться с лучшими достижениями великих предшественников. В середине XIX века голова Ореса была передана в Эрмитаж. Решение показать этот шедевр во Владивостоке принял его директор Михаил Петровский. И вот сын владыки Олимпа Зевса впервые на берегах Тихого океана, где своей скульптурной школы нет. Повод о том, чтобы кто-то может обратиться к этому виду очень замечательному, потому что это один из прекраснейших видов скульптуры, когда ты из глыбы камня видишь, что можно сделать, что там внутри нарастает, оживает. Неистовый сын Зевса, голова Ореса, выставка одного шедевра продлится до 7 октября. Погрузиться в историю античности жители и гости Владивостока смогут не только увидев лик Бога войны, но и благодаря лекциям, а также специальным квестам для детей. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.